Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и вы попали на мой канал, а это значит, что наконец-то выходит новый влог из меда. Сегодня среда, а это значит, что первой парой у меня дистанционная микробиология. В принципе, сейчас вы слышите другие звуки, это значит, что у меня до сих пор идёт пара. Ой, на этой паре я сижу то с телефона, то с компьютера, смотря, что мне нужно сделать. Если мне нужно, чтобы у меня там была презентация открыта, то я, ну, видео включаю на телефоне, на компе у меня презентация и так далее. В общем, у меня тут веселуха полнейшая, я, на самом деле, не особо люблю дистанционные занятия, потому что они у меня, ну, достаточно плохо усваиваются. Вот, сейчас мы сегодня что делали? Заполняли тетрадку рабочую, как обычно, сейчас вам покажу мои рисуночки по микробиологии, и, получается, писали рецепты различных сред, вот, для этих культур, и, в принципе, всё обсуждали, меня вот опрашивали сегодня. Вот так вот выглядит моя тетрадочка. Вот такие вот мы сегодня рисовали рисуночки, ещё будем один рисовать. Здесь у меня, собственно, идёт пара в телефоне, я сижу рисую. Сейчас вам ещё какие-нибудь рисуночки красивые покажу, если не иду быстро. Вот тоже мы рисовали на прошлом занятии, на пазо-прошлом рисовали, то есть, ну, достаточно красиво у меня такая тетрадка получается, такая интересненькая. О, вот здесь вообще просто супер было. Смотрите, какая красота! Это всё мы рисуем самостоятельно. Ну что, мои дорогие, у меня уже закончилась микробиология, она закончилась, я успела поесть, переодеться, и вот уже еду на пропедевтику. Вообще, нам сегодня обещали, что нас поведут к пациентам, но мы сейчас спросили у других групп, что они делали, и сказали, что было замещение. И просто, в общем, сидели, тесты писали. Короче, я не знаю, что ждать от сегодняшнего занятия, надеюсь, что всё пройдёт классно. В любом случае, по крайней мере, даже если нашего преподавателя не будет, нас, по крайней мере, раньше отпустят. Вот, поэтому всё, мчу на пропеду. У пропеды у меня ещё целых 15 минут, поэтому мы с вами отлично успеваем. Я уже подхожу к больнице, где у нас кафедра пропедевтики. Вот, посмотрим, что будет сегодня на занятии, надеюсь, что всё-таки что-то интересное. Вот такая вот больница у нас, большая, прям в центре города располагается. Сейчас буду заходить, вот там чуть-чуть дальше у нас шлагбаум, и мы заходим, ну, типа, через служебный вход. Ну что, мы, как обычно, переодеваемся в коридорчике, вот, в коридорчике больницы. Переодеваемся, я уже переоделась, и скоро начнётся занятия. Ну что, в принципе, как мы и думали, получается у нас сегодня замещение. Мы сейчас... Пришёл преподаватель, который мы сможем помещать, дал нам задание. Мы сейчас будем рисовать какую-то таблицу на листочках, такие большие. И, возможно, наш преподаватель скоро вернётся. Возможно, и нет. К сожалению, к пациентам мы сегодня не пойдём. Но мы сейчас сидим, разбираемся с синдромом. Ну что, на сегодняшний день закончен. Всё, в принципе, прошло замечательно. У нас даже не было опроса. Нас два раза поздравили с 8 марта. Пожелали хороших выходных и отпустили домой. Ну и ещё, конечно же, мы разбирали по невмонии всё занятие. Вот, да. Теорий было очень много на сегодня. Пробед у меня закончился. Но я слишком сильно соскучилась по Саше. Тем более, у неё недавно был день рождения. Вот, поэтому мы решили с ней встретиться, попить кофеёк. Вот в центре города я её уже жду. Подарочком! Потом, короче, распакуем её вместе с вами. Там такой миленький, прикольный подарочек. Сейчас будем пить кофеёк. Может, к нам ещё Виолетта подойдёт. Короче, как-то так. Вот такие планы. Вообще, я должна была ехать домой, но я передумала. Вот она, вот она. Женщина, которая пропала со всех радаров. Ура! С наступающим! Ой, то есть с наступившим! С наступившим! Мы перешли с Сашей в тюрьм. Не покатируется камера. В общем, сейчас будем пить кофеёчек. Я знаю, что вы скучали по Саше, поэтому я наконец-то вытащила её из дома. Это ей дорожек. Саша мне на день рождения подарила кружку с ёжиком, а я ей подарила с единорожком. Теперь у меня в комнате будет ещё большой кружек. Да и ещё там всякие штучки. Мы сидим, пьём кофеёк. Посмотрите, красивенько. И обсуждаем Формулу-1, чтобы мы ещё могли обсуждать. Мы просто с Мишей недавно фильм смотрели, называется Гран-туризм. Да, спасибо, Саша. Саша тоже этот фильм смотрела. Мы сидим, обсуждаем, что у меня теперь тоже появилась какая-то любовь к этим всем трассам, к Формуле-1, к гонкам. Вообще, мы с Сашей сидим, выбираем, на какую гонку мы поедим. В Монако или в Азербайджан. Или куда-то. В Лас-Вегас. Ну так вот, ребята, да. Ну что, ребят, наконец я пришла домой после пропедевтики. Сегодня было достаточно интересное занятие. Мы аускультотировали, перкутировали. В общем, делали всякие такие разные манипуляции. Было достаточно интересно, весело. Но я очень сильно устала на самом деле, потому что поток информации тоже достаточно большой был. Если честно, я в полнейшем шоке от объёмов материала, которые нужно готовить на завтра, которые нужно готовить там на послезавтра. И сейчас мне нужно будет к этому всему приступать. Мне так сильно не хочется. Было бы очень классно, если бы это всё находилось в одном месте. И не нужно было бы это нигде больше искать. Но эта учёба в меде здесь так не получится. Я помню, как два года назад я сдавала ЕГЭ. Кстати, кто не знает, я сдавала русский, химию, биологию и базовую математику. И мне было так хорошо, когда всю информацию можно было найти всего лишь в одном месте. Кстати, ребята, я знаю, что огромное количество моих зрителей только собираются поступать в университет. И в этом году будут сдавать ЕГЭ или ЖОГЭ. Поэтому я очень сильно хочу поделиться с вами полезностями, которые в моё время помогали мне с этим сложным экзаменом. И хочу рассказать вам про суперкрутую онлайн-школу Фоксфорд, которая учит ребят уже целых 14 лет. Представляете, офигеть просто, 14. Учит детей с 1 по 11 классы. И это говорит о многом. Думаю, что многие уже о ней слышали. Вообще, в Фоксфорде достаточно серьёзная и сильная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Даже я в ней проходила пробники по различным предметам. А также занималась на курсах по биологии. И что самое крутое, что на этой платформе вы можете заниматься как в группе с ребятами, так индивидуально с преподавателем. Если вдруг хотите, чтобы вам уделяли больше времени, вам классно подойдут мини-группы, где совсем маленькое количество человек. Во время прохождения моих курсов по биологии я повысила свой уровень сдачи ЕГЭ баллов на 30. Это точно, ребята, это огромное количество. В Фоксфорде также суперклассные преподаватели из лучших вузов страны, которые помогут вам сдать экзамен на 85+. И это не просто цифры, а реальная статистика. Благодаря этой онлайн-школе вы сможете с любого уровня вашей подготовки выйти на желаемый результат, получить нужное количество баллов и поступить в лучший вуз. И сейчас у Фоксфорда есть просто суперклассная акция. Вы лично можете попробовать целую неделю бесплатных курсов для подготовки к ЕГЭ или же ОГЭ, чтобы самим оценить, как все круто у них устроено. На странице недели бесплатных занятий на курсах ОГЭ и ЕГЭ от Фоксфорда, нажав кнопку «Начать бесплатно», есть возможность выбора класса и предметов. Например, я выбираю 11 класс и химию и захожу на курс Марии Володины по подготовке к ЕГЭ. В личном кабинете у меня все записаны вебинары, также домашние задания и различные пробники. Личный кабинет, кстати, выглядит максимально удобно. Есть полностью вся программа обучения, личный календарь занятий и, конечно же, ваша успеваемость. И если вдруг вы пропустили урок, всегда можно пересмотреть запись. А если во время вебинара у вас появляются вопросики, вы можете прямо во время занятия задать их своему преподавателю. Также после каждого урока у вас будет индивидуальная домашка. Вы сразу сможете задать свои вопросы куратору, если вдруг вам что-то станет непонятным. И еще есть огромное количество теорий, которые поможут вам закрепить ваши знания. Сейчас достаточно много разных онлайн-школ, но я знаю, что Фоксфорд прежде всего нацелены именно на ваш результат. И сочетает в себе множество плюсов, которые помогут вам в подготовке к экзаменам. Ведь вместе с ними в свое время когда-то готовилась и я. И смогла поступить в вуз своей мечты в Кубанский государственный медицинский университет на факультет педиатрии. А поверьте мне, это не так легко. Да и учиться в меди достаточно долго и сложно, чтобы быть хорошим востребованным специалистом. Я уверена, что если вы позанимаетесь на платформе Фоксфорда хотя бы 3 дня, то больше никогда не захотите с ними расставаться. Ссылочку со всей подробной информацией я, конечно же, оставляю вам в описании. Занимайтесь с Фоксфордом и сдавайте свои экзамены на самые лучшие результаты. Ну а я побежала готовиться к своим парам и делать свое домашнее задание. Про что будет этот влог? Конечно же, про мою замечательную учебу и что будет интересного, это то, что завтра у меня итоговая по физиологии. Я к ней готовилась все выходные, то есть я действительно читала файл, я готовилась к кровеносной системе. Вот, в принципе, из интересного это то, что на итог у нас 240, по-моему, вопросов. Это примерно столько же, сколько было на экзамен по анатомии. Я вообще, если честно, в шоке. Я не знаю, зачем делают такую большую итогу, зачем такое огромное количество вопросов. Не уверена, что я, конечно, с первого раза это сдам, но буду стараться. Вообще нам преподаватель ее разделил на несколько частей, то есть там, по-моему, на 3 или на 4 части, и можно их сдавать в разное время. Вот я начала готовить кровеносную систему, вроде как по ней что-то соображаю, в основном сегодня буду усиленно готовиться, но перед этим мне нужно сходить на пару по гигиене и на лекцию вечернюю, вот, потому что на утреннюю лекцию я не пошла, я ее проспала, потому что я только приехала из Крыма, ребята. В принципе, это все были мои планы на день, я надеюсь, что вам понравится это видео, и всем приятного просмотра, встретимся с вами в универе. Ну что, приехала я уже в универ, до пару мы еще целых 15 минут, поэтому я не буду не оплатываться, сейчас спокойненько буду подниматься на гигиен, успела даже дома еще распечатать материалы к занятию, вот, мы работаем по таким методичкам, которые нам нужно печатать каждому занятию. Ну что, первая часть занятия по гигиене прошла замечательно, сегодня мы обсуждали водные ресурсы, вообще воду как источник жизни, что она может, что она нам дает, и что она у нас может забрать, вот, поэтому все было классно, очень интересно, я, кстати, люблю занятия по гигиене, мне прям почему-то очень нравится. Сейчас у нас небольшой перерыв, 10 минут буквально, мы погуляем, чуть-чуть сходим там в туалет, может, что-нибудь покушать успеем, и потом пойдем делать практику по гигиене, у нас там будут какие-то опыты с водой сегодня, должно быть что-то интересное. Вот, зацените просто, как у нас ремонт сделали красиво. Наконец-то, наконец-то, у меня красивый университет, ребята. После гигиены я боюсь, что я все равно поесть не успею, потому что у нас сразу лекция, но надеюсь, что поесть может быть все-таки успею, кстати, некоторый лекционный зал у нас до сих пор закрыт, написано, что нельзя есть, хотя все на задних партах спокойненько сидят, кушают. Я помню, что на прошлой лекции по гигиене, когда я ходила, вообще, лектор призывал у людей на задних партах не есть бутерброд. То есть, ладно, там шоколадки мы с девочками обычно пушим, но кто-то ел бутерброды, представляете? Это было очень смешно. Люди до сих пор очень интересно реагируют на мою камеру, я вообще, как какая-то больная тут хожу, разговариваю сама собой, ну да ладно. Я тот самый человек, который не ходит на лекции без подружек. Если никто из девчонок сегодня на вечернюю лекцию не пойдет, то я тоже не пойду. На сегодня мой рабочий день в универе закончился, потому что завтра итоговая по физиологии, я понимаю, что на лекции я просто просу свое время, и лучше я успею за это время доехать до дома, покушать, забрать посылочку там с ДЭКа и подготовиться к физиологии, потому что, ну, я не взяла с собой никаких материалов, ничего, мне нужно завтра сдать итог. Поэтому я сейчас быстро еду домой и буду готовиться к физиологии. Что же я вам хочу рассказать? Конечно, весь вечер я сейчас сижу, готовлюсь к итоговой по физиологии. Нам преподаватель сказал, что можно разделить ее на разделы, и завтра сдать любой из разделов, а потом остальное как бы, ну, доздать, потому что физически просто нереально. За неделю осели там 250 с лишним вопросов. Как у меня тут сейчас обстоят дела? Значит, я села к своим любимым медведям. У меня их тут двое. Вот один и вот второй. Это мое место для подготовки к итоговым. Я сижу здесь, потому что, когда я долго сижу на стуле, у меня начинает отваливаться спина. Здесь у меня ноутбук. И я сижу, готовлюсь к итоговой. Я выбрала для себя сердечно... Даже не сердечно-сосудистую систему, а кровь. То есть всего итоговая состоит из трех разделов. Это сердечно-сосудистая система. То есть это сердце, давление, вот это вот все. Дальше идет кровь. Это все там форменные элементы. Ликоцитарная формула. Что туда еще входит? Гематокрит. То есть, ну, короче, форменные элементы крови. Также система АБНОЛЬ. В общем, все вот это я выбрала учить на завтра. В принципе, это, наверное, самые мои любимые темы по физиологии. Я надеюсь, что у меня сейчас не будет с ними проблемы. Я смогу все быстренько повторить и завтра спокойно расскажу. Вот. И также третий раздел, который можно было выбрать, это дыхание. Но я не хочу его убрать, потому что даже несмотря на то, что нам хорошо объясняли это на занятиях, я все равно ни хрена не понимала. И для меня это немного сложно. Поэтому я думаю, что я лучше потом как-нибудь его сдам. Сейчас хочу сдать завтра попробовать кровь, потом сердечно-сосудистую, потом уже дыхание, наверное. Вообще, у меня еще три итога за прошлый семестр висит. Я не знаю, что с ними делать. Это физиология, это просто моя больная тема. Чтобы вы понимали, у меня никогда не было никаких долгов. А тут это физа еще с прошлого семестра висит. Знаете, из-за чего так произошло? Из-за того, что у нас был дистант, и преподаватель не принимал итоговый на дистанте. То есть он их переносил сам, и потом нам говорил приходить как бы там в перерывах сдавать эти итоговые. Я, конечно же, не ходила, потому что, блин, я и так нифига не успеваю. Куда мне еще в перерывах там бегать итоговый сдавать, когда у меня там уже в перерывах между итоговыми сдавать итоговый по физиологии, которую я должна была сдавать там еще, не знаю, в сентябре, я теперь должна ее сдавать была в ноябре. Ну, короче, это был полнейший бред, я не стала их сдавать. Вот, не знаю, что с этим делать. Может быть, потом как-то разберусь, может, с преподавателем удастся договориться, ну, чтобы как-то в упрощенном виде их ждать. Я не знаю, в общем, что делать с этими итогами, но ситуация вот такая какая-то непонятная, неприятная, но на завтра я готовлю кровь. Вот, надеюсь, что все получится, что все будет хорошо, что хорошо завтра все расскажу с дам, что мне попадется легкий билет. Короче, надеюсь на все на свете. Сейчас буду заниматься, сейчас 9 вечера у нас. Я думаю, что я посижу где-то до 12, и в 12 пойду спать. Вот, в планах, короче, как-то так все радужно и прекрасно. Не знаю, сейчас к чему это меня приведет. Сейчас уже 22.41. Если вы думаете, что я пошла спать, то я не пошла спать. И учитывая то, что я выучила всего 5 вопросов, думаю, что спать я пойду очень нескоро, потому что всего вопросов у меня за 40 лет. Я чуть-чуть переместилась за свой рабочий стол. Сейчас быстренько напишу себе план на эту неделю, потому что я всегда, в принципе, начинаю с планирования. Вот мой прекрасный ежедневничек. Так, сейчас буду планировать всю сегодняшнюю, следующую неделю, и потом буду дальше приступать учить физиологию. Мне нужно как-то чуть-чуть отодвинуться, чуть-чуть отградиться, откорадиться. Господи, что я несу? Боже, ребята, я уже просто настолько устала. Короче, переключиться с физиологией мне сейчас нужно на что-нибудь другое, и потом уже снова начать учить физиологию, потому что я уже, честно говорю, устала. Учитывая то, что я еще там 24 часа назад была в Крыму, сейчас я уже расходила на пару, приехала в универ, короче, за эти сутки я успела сделать все, что угодно. Конечно, немного сложновато мне сейчас с физиологией. Вот, в общем, пытаюсь все дела сделать одновременно, и уже устала, если честно. Но я надежду не теряю, силы не теряю, старания всегда купаются, поэтому мы сейчас до победного учим этот сраный итог, и завтра его сдаем. Все, вот так вот. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексеева Мария Владимировна, сегодня я вам расскажу про физиологию крови. Значит, вопрос. Количество крови в организме и ее состав. Количество крови человека в организме составляет 6-8% от объема тела, у новорожденных увеличено, получается, 15% от массы тела, а у детей до года 11%. В крови содержатся форменные элементы, содержится плазма. Что еще можно рассказать? А, что в физиологических условиях не вся кровь циркулирует в организме, циркулирует примерно 60%, а 40% находятся в так называемых депо крови. Это органы, такие как печень, селезенка, легкие и кожные, там, кровяные сосуды. На этом мы не останавливаемся, мы идем дальше. Сейчас я буду учить еще какие-то вопросы. Гематокритный показатель. Что вообще такое гематокрит? Гематокрит – это, получается, объем форменных элементов к объему крови. Соотношение форменных элементов к общему объему крови, можно так сказать. Так, в норме этот показатель, допустим, у взрослого мужчины равен примерно 40-45%, у женщины 35-40%, у набора темного ребенка 60% гематокрит составляет, то есть он увеличен. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, сейчас дальше я буду читать, потому что я еще это не выучила. Сейчас 12 часов ночи, я сейчас на вопросе физико-химические свойства крови. И здесь огроменный просто вопрос, я его решила законспектировать просто на такой малюшеньком листочке. Сейчас быстренько нарисую себе схемку для лучшего запоминания, я всегда так делаю. И потом вот такие карточки очень удобно брать с собой и просто проверять себя, запоминать, повторять их в универе. То есть вместо того, чтобы тыщить там какой-то учебник или конспекты, я просто буду проверять себя по вот таким маленьким карточкам. Надеюсь, мне это завтра поможет. У меня тут просто куча цифер. Это типа относительная плотность, вязкость крови, температура крови, астматическое давление крови, анкотическое давление крови, ПАЖ крови. Короче, дофига всяких цифр, которые мне нужно сейчас быстро запомнить. Чтобы это быстро запомнить, мне нужно срочно записать себе какую-нибудь табличку, чтобы это быстро запомнить. В общем, короче, как-то так, ребята. Сейчас буду это всё записывать и постараюсь запомнить. Ну что, мои хорошие, уже час ночи, я уже очень сильно устала. У меня уже голова просто не работает. от такого большого количества цифер, которые там написаны, вот этих всех показателей, норма, не норма и так далее. У меня уже просто башка кипит. Я выучила вопросов 30, наверное, 45. Ну, при хорошем раскладе. Я запомнилась, наверное, должна повезти, я должна сдать итоговую. Если я не сдам, то на выходных просто доучу эти 15 вопросов, повторю эти 30, и вообще я сдам со второго раза замечательно. Я уже, честно вам скажу, я очень устала еще в связи с моими вот этими переездами, что я еще вчера ночью была в Крыму, сегодня я уже в Краснодаре, мне уже так достаточно тяжело, хочется спать, башка не работает, болит. В общем, пошла я отдыхать. Завтра что будет, то будет еще после физкультуры. Где-нибудь сяду в кафешке, буду это все повторять, учить. Вот, и надеюсь, что все будет классно, что завтра все пройдет хорошо, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Но смотрим, что из этого получится. Всем доброе утро, я сижу с мокрой башкой, с полотенцем на голове, пью чай, и вот только успела накраситься. Нам, короче, сегодня перенесли физру. Я не знаю, я проснулась, вижу сообщение в группе там нашей, что физкультура не в 11.10, а в 10.40. Я не знаю, как мне теперь успеть, вот, потому что она у меня через 40 минут начинается. Я еще с мокрой башкой, еще даже из дома не выехала. Ну да ладно, я надеюсь, что успею, правда, наверное, не успею поесть. Но зато, наверное, нас пораньше отпустят, и больше будет времени повторить физиологию. В общем, я вчера уснула где-то ближе к 2 часам ночи, я еще читала файл, лежала в кровати. Надеюсь, что сегодня сдам, надеюсь, что все будет хорошо, надеюсь, что у меня будут подуться легкие билеты, все будет классно. В общем, сейчас пошла сушить волосы быстро, супер быстро выезжать, уже одеваться, и помчим с вами на физкультуру. Представляете, я прибежала на физру, даже еще не опаздывая, у меня еще целых 5 минут. Вот. Ну, просто реально принесли занятие за час до начала. Ну, извините меня, я никак бы не успела бы. Но в итоге-то успела. В общем, очень интересно, что сегодня получилось. День начался прекрасно. Надеюсь, физры меня не погонят, так как я успела. Кто не знает, у нас, если на физру опаздываешь, там, типа, хотя бы на 5 минут, тебе ставят, что ты не был, и тебя отправляют домой. Самая жесткая кафедра в моем университете – это физкультура. Ну что, слава богу, физра закончилась. Я нашла тут какое-то зеркало. Сейчас буду выезжать куда-нибудь, пить кофе, повторять физиологию. Физра у нас, кстати, проходит вот в таком каком-то супер непонятном месте. Это называется Манеж. Если вы когда-нибудь учились в моем универе, вы понимаете, о чем я. Там очень сильно воняет в разделалках. Ну что, просто физры я привела девчонок есть пиццу. Сейчас мы покушаем и пойдем на физиологию. Вообще-то физиология у нас целых 3 часа, поэтому нам тут еще долго сидеть. Что, мы сидим с девочками, готовимся к физиологии? Во-первых, у нас у всех разные лекарственные формулы, мы не можем найти правильный ответ. Во-вторых, я сейчас вам просто покажу, как выглядит наш стол, это просто смех. Мы сейчас на 26-м вопросе. Из 60. Вот так вот все выглядит печально. Так, значит, протоэлитическое, потом физико-химическое или же полимеризационное, и третье ферментативное. Все, 3. Ну, просто сейчас уже, знаете, хоть что-то, хоть по каждому вопросу. Вот столько просто. Да, реально, как будто у нас завтра какой-нибудь это экзамен из-за того, где-то. Жесть, на самом деле, если честно, просто жопа. Но, я хочу вам сказать, что мы на 57-м вопросе. Вопрос, конечно, как мы эти вопросы помним и знаем, но в принципе, мы тут даже представили переливание крови, как определяется резус, вот это вот, все сейчас разбирали. В принципе, все нормально. Это легкие, ну как, не легкие вопросы, но мы более-менее в них разобрались, и это самое главное. Давай еще раз узнать, значит, фибриноген, протроэрбин, крисмасс. Давайте, 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 он потом, потом. Сначала я улыкался. Мы сейчас пытаемся просто за 2 минуты выучить плазменные эти факторы, свертываемые вести крови. Дальше, самое легкое. Акцелератор глобулин. Который мне вы говорили. Антигемофильный глобулин. Акцелератор глобулин. Конверти... А, можно просто сказать конвертин. Конвертики, значит, фибриноген, протроэрбин, ионы кальция, тканевый фактор. Потом... Крисмасс. 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 Нет, свечем. Когда крисмасс. Акцелератор глобулин. Акцелератор глобулин. Акцелератор глобулин. Акцелератор глобулин. Эй, могу, это, боже, это просто какой-то трэш. Чтобы вы понимали, мы вот эту таблицу сейчас посмотрим. Все напомнить к 3 минуты. Ну что, ребята, прямо сейчас просто поставьте лайк, пожелайте мне удачи, потому что близится момент X, все уже сидят, молятся. Мы с девочками экстренно повторяем кровь и готовимся, скоро будем сдавать итог. Я надеюсь, сдам. Ну, я, конечно, сомневаюсь, но надеюсь, на оборудование. Видите, ребята, я вам всегда говорила, что старания, они окупаются. Старания мои, они окупились, они окупились, окупились мои старания тем, что я вчера до ночи сидела, учила сегодня, весь день сидела, учила и троечку, троечку мне поставили. У меня были ужасные вопросы, честно вам скажу. Ну, то есть, получается, большие были вопросы достаточно, и получается так, что они были разделены. То есть, в одном вопросе еще три подвопроса. И получается, что я вот половину знала, половину забыла. Ну, как-то меня преподаватель доводил на мысль, я что-то вспоминала, что-то рассказывала. Мне еще задали три дополнительных вопроса, у меня, мне кажется, дольше всех сегодня опрашивали. Вот, но было классно. Я прям так старалась отвечать, конечно, что-то забывала. Ну, чистая тройка, заслуженная. Я рада очень сильно. Ну что, ребята, наконец-то сегодняшний день закончился. Я с легкой душой выхожу из кафедры физиологии, потому что сдала первую на свете итоговую. Слава богу, хотя бы что-то. Вот, дальше я думаю, что уже процесс запустится, все пройдет полегче. То есть, я начну их сдавать с легкостью и на каждом занятии. Но пока что у меня вот такие планы какие-то. Мы приехали с мамой отмечать мою сданную итоговую. Ужасно я устала, мы вообще не планировали никуда заезжать. Но просто мы очень сильно хотим есть, очень сильно устали. Мам, поздоровайтесь с ним. Привет. Мы сидим в спортивной отделе, где мы просто в ресторане. Ну да ладно, интересно. Потому что я не планировала. Я думала, что я заберу и все. Я вообще после физиологии переодевалась. В общем, слава богу, я буду сейчас кушать. Наконец-то, просто. Я сам счастливый человек. Я с мамой буду есть борщ. Вот, и потом мы уже поедем домой наконец-то. Чтобы вы понимали, как мы с мамой ходим по ресторанам. Окей. Что, можно дома поесть? Ням-ням-ням. Я сейчас буду кушать борщ. Мы что-то сидим. А мы с мамой, когда парковались, у меня свободы не было. И так получилось, что мы подперлили три машины. Вот. И сейчас звонит. А я свой номер оставила на... Короче, на стекле оставила свой номер. И сейчас звонит кто-то мне говорит, пожалуйста, как бы там, отодвиньте машину. Вот. Мама мне такая говорит, ну, иди, отодвигай, чувак. Ты что, номер оставила? А я такая маме говорю, типа, нет, мам, тут слишком много дорогих машин. Тут просто BMW, Range Rover, Mercedes. Я говорю, мам, нет, давай, давай я не буду что-то отодвигать. Давай ты. Мы уже скоро все равно домой поедем. В принципе, все классно. Я наелась, я теперь самый счастливый человек в свете. Ну что, дорогие ребята, мы наконец-таки вернулись домой. Я вкусно поела и уснула. Сразу, как приехала домой. Потому что физиология меня просто вымотала очень сильно. Я думаю, что сейчас я вам чуть расскажу, как пришла итоговая, какие у меня были вопросы, и пойду дальше спать. Потому что я очень сильно устала за эту неделю. Слава богу, она подошла к концу. Дальше нас ждут выходные, праздники, 8 марта. Всех девчонок сразу поздравляю с наступающим. Что было на физиологии? Значит, был билет. Состоялось трех вопросов про кровь. На первый вопрос у меня были виды гемоглобина. То есть, оксигемоглобин, карбоксигемоглобин, карпгемоглобин. И еще какой-то один я не назвала. Блин, забыла его. В принципе, этот вопрос я ответила. Единственное, что забыла, вот один из видов связи с гемоглобином. И, в принципе, по-моему, на этом вопрос закончился. Или там еще был какой-то подвопрос. Но я, честно говоря, уже не помню. Дальше. Второй вопрос у меня был про гранулоциты. То есть, нужно было рассказать все и перечислить их свойства. Вот. Меня спросили, ну, как доп. вопрос, мне спросили про эозинофилы. Какое у них свойство? Я сказала, я точно поняла, что они участвуют в аллергических реакциях. То есть, что они первыми на них реагируют. И единственное, что я забыла, это то, что такой основной показатель, если там в крови преобладает количество эозинофилов, если оно повышено, то, скорее всего, возможно, можно допустить гельминтов. Вот. Вот в организме про это я забыла. У меня как-то вообще-то из головы вылетело. И в итоге это я не ответила. Так, все остальное я как бы рассказала. То есть, достаточно тоже большой вопрос про все гранулоциты нужно было рассказать. Я также рассказала ликоцитарную формулу, их содержание. Вот это вот все. И третий вопрос у меня был про тромбоциты. Нужно было рассказать, что они делают, что это за функции, и первичные, вторичные коагулянты. Вот. То есть, что это вообще такое антикоагулянты, нужно было рассказать. И, в принципе, единственное, я рассказала все. Единственное, я забыла, как первично отличаются от вторичных. В общем, в чем разница. И вот здесь я немного затупила, запуталась. И поэтому мне задали еще два дополнительных вопроса. Первый, это были факторы свертываемости крови, нужно было. Их всего 14, мне сказали назвать. Первых 5 я, в принципе, назвала, только один забыла. Вот. Но потом меня преподаватель направил, и я вроде бы ответила. В общем, все хорошо. И второй вопрос, мне тоже задали дополнительным. Это как окрашивается кровь. Типа, из-за чего она принимает такой цвет. Я рассказала, что там венозная кровь за счет восстановленных... За счет восстановленного там гемоглобина, что там оксигемоглобин артериальный, поэтому она более алая. Да, в общем, все это рассказала, все это вывалила. Сейчас могу уже путаться в своих ответах, но тогда я все рассказала четко, по делу и хорошо. То есть на все вопросы ответила, преподавателя вопросов не осталось. И мне поставили оценочку. Вот. То есть все замечательно, все прошло хорошо. Я безумно счастлива, что сдала хотя бы одну итоговую по физе. Дальше будет интереснее, потому что мне нужно сдать еще штук 6, наверное, минимум. В общем, какой-то такой у нас с вами получился влог. И, наверное, прошло время его закачивать, потому что он и так уже очень длинный, мне кажется. Ну а на этом наш с вами влог подходит к концу. Всем большое спасибо, что досмотрели его до конца. С вами была ваша Маша. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы больше никогда не пропускать моих новых видеороликов. И обязательно подписывайтесь на все мои соцсети. Они будут в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была ваша Маша. И до скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока-пока. Продолжение следует...